Все мы немножко дети, всем хочется порисовать Вот, работа вам в горе Мы их должны обязательно проверить на выдерживание термостойкости Два реактора загрузочных, где, собственно, засыпаем такие смеси, жидкие Сразу продумал, заиграл Дмитрий Митратский Все верно Всем доброго дня, сегодня мы в городе Новочебоксарск Приехали к нашим проверенным поставщикам, компания НПП Спектр Сегодня мы пойдем по производству красок То есть, ребята изготавливают краски термостойкие, кузнечные, фасадные То есть, большой спектр краски Сейчас пройдем по производству, посмотрим, как получают материалы То есть, как они обрабатываются Ну и, соответственно, превращаются в краску и отгружаются Сейчас мы встретились с Русланом, менеджером коммерческого отдела Руслан, расскажешь, так скажем, о производстве, о начале, о процессах его? Да, конечно Так, еще раз представьте, меня зовут Руслан Занимаюсь продажами лакрашечной продукции на предприятии Спектр Уже около 5-7 лет Ну и давайте начнем с ознакомления Вот мы зашли на территорию Первое, что мы видим, это наш склад сырья Куда происходит привоз именно всех тех компонентов Ну, частично компонентов Ну, в основном, наверное, это больше будем, так скажем, с цветами связано Цветовые такие пигменты Вот, где они складируются Откуда ребята цеховые забирают это сырье И далее везут уже в цех, так скажем Где это все производится и замешивается А сырье хранится на улице или сейчас вот ее только выгрузили А потом будет завозиться вовнутрь, правильно? Да, это сегодня только машины прибыли Вот, сначала выгрузил, сейчас техника освободится И будет, конечно же, все заведено под крышу Да, потому что свет и влага все равно не особо приятно влияют Так, ну что получается, груз, сырье получили Сырье получили Дальше идем, наверное, уже в цех, где все производится Пойдемте Мы сейчас будем обсуждать проверка качества сырья То есть, мало того, что мы его себе приобретаем Для каких-то там компонентов Лаборатория, конечно же, у нас проверяет весь входящий поток сырья Ну вот, Максим, знакомься Это Бочкарева Наталья Николаевна Начальник лаборатории нашей Наталья Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, по входящей контроль сырья К сырью у нас особое требование и особое уважение Вот, сырье у нас приходит на предприятие И подвигается тщательному контролю Это обязательно Это у нас растворители, это пигменты Это необходимое наполнение А сколько, допустим, товаров, чтобы надо проверить Исходящего? Ну так, грубо Ну, честно говоря, у нас огромный ассортимент Огромная сырьевая база Вся она проходит тщательную проверку Это обязательно Без этого никак Потому что, ну, без входного контроля сырья качественного и тщательного Невозможно приготовить качественный, выкакрачный материал Ну, я тут, наверное, добавлю Вот, допустим, растворитель, наверное В первую очередь мы проверяем на содержание влаги Самое главное Самый главный показатель, так скажем Ну, потом уже все остальное И что касаемо, допустим, термостойких эмалей То понятно же, что цветовые пигменты мы получаем Мы их должны обязательно проверить на выдерживание термостойкости Вот это самые главные критерии То есть, а для этого надо сделать маленький образец Его накрутить, так скажем Произвести, да И поставить муфельную печь Которую мы тоже сейчас подскажем Которую набирает температуру, если не ошибаюсь У нас сколько? До тысячи целей Для чатированного контроля Нашего сырья У нас есть все самое необходимое оборудование Это, например, для определения влаги растворителя Известная фирма Митвер Толета То есть мы используем в работе для определения растворителя И хроматографические исследования Это обязательно Ну вы материтесь, конечно И зрители нас тоже, наверное, не поймут В общем, все серьезно Как я понимаю, все оборудование есть Чтобы проверять и делать качественную краску Данный прибор определяет влагосодержание в жидкости Ну это касаемо растворителя А хроматограф, он определяет главную составляющую этого растворителя Ну вот мы как раз пришли, так скажем, к муфельным печам Продемонстрировать и показать, что это такое Вот, Наталья Николаевна То есть муфельным печам мы Ну в общем, от входного контроля сырья Мы плавно переходим в лабораторию Которая контролирует качество благокачественных материалов А вот, значит, здесь проверяются все необходимые параметры Значит, благокачественных материалов Согласно технических условий Или гостерских материалов Это у нас вязкость, перетер Цвет это обязательно Внешний вид Ну и, конечно же, так как мы гордимся термостойкими материалами Закрашенность это Один из самых вот таких вот гомбов Сейчас вы как раз проверяете, да? А проверяете, это выкрас? Закладываете в печь? Да Давайте посмотрим Как раз у нас идет овались Сейчас она покрашена А сколько ей надо там оставить? Суп температуры У нас было сейчас 750 градусов Сейчас мы открыли дверь И немножко температура срок стала падать Вообще у нас Значит, анализ идет 5 часов Если у нас стоит 750, да? То есть, как раз она должна выдержать 750 градусов Вот, мы выставляем 750 градусов 5 часов должна пластинка выдержать Вот, она не должна ни отшелушиться, ни отвалиться В общем-то, никаких не должно быть в связи А есть уже после прогрева такого Сейчас здесь образцы? Да, конечно Да, да, сейчас Вот они все хранятся Все подписанные У нас вообще все хранятся После термотопротеста После физико-механических исследований После индукальной партии Хранятся они у нас 3 года И архитражные пробы в том числе То есть, вот эти уже прогреты Можно, да? Посмотреть То есть, вот они под 750 полежали Они не все А, вот, 740 Это зависит от цвета, в зависимости от температуры Вот здесь 642 Это номер партии А температура нет? Температура нет Ну вот, то есть, получается Здесь вы тоже, так скажем, вычисляете Самую высокую температуру выдерживания, да, наверное? Или как это правильно назвать? Как вам сказать? У нас есть лакокрачные материалы С термостойкостью до 700 До 400 До 800 До 200 Есть 1200 градусов Ага Ну, а это вы заключение давите? Что 1200 выдержал? Обязательно То есть, вот как раз после вот этого обжига? Да, да То есть, мы говорим о том, что лакокрачный материал Соответствует данной температуре И выписываем сертикат А вот это на удары? Да Это уже та процедура, когда эмаль у нас выходит из цеха То есть, определенную партию лаборатория проверяет вот таким образом Удар, адгезия, термостойкость И уже дает добро цеху, начальнику цеху У нас есть удар, например Да Это адгезия Мы работаем только по госту Ну вот, Максим, мы пришли сейчас в сам цех Где происходит производство данных эмалей Вот, я тебя сейчас познакомлю с нашими начальниками цехов Это Николай И Александр Вот, они сейчас вкратце Немножко волнуюсь, так как интервью не каждый день дают Они немножко расскажут, что и как здесь происходит Вот у нас линия Для примера возьмем одно из этих оборудований Краска производится в этих реакторах Два реактора загрузочные Где, собственно, засыпаем сухие смеси, жидкие Бисерная мельница И вот накопитель Куда уже перетирается готовая краска Максимальная загрузка данного реактора Около 6 тонн В одну бочку вот эту, да? А сколько компонентов добавляется? Компонентам более 8 Чтобы один цвет получил, добавляет 8 Чтобы один цвет, да 8-10 компонентов К каждой бочке относится Ну, бочка, я называю так Свой цвет То есть, там коричневый, да? Здесь большинство черно-серые цвета, да Черно-серые А вообще за счет чего получаете разные, так скажем, цвета? Пигменты добавляют? Уже в черный цвет или в белый? В зависимости от пигмента Соответственно, белый пигмент – это белый цвет Для каждого цвета То есть, у нас же эмаль термостойка То есть, соответственно, и пигменты должны соответствовать этим требованиям То есть, зеленые цветы И вот свои зеленые пигменты, которые поддерживают эту термостойкость Ну и сейчас, да, сейчас Сашу дополню Как раз это, наверное, больше ко мне уже относится У нас в прайсе есть всегда два цвета Мы стараемся всегда производить два цвета Высокой температуры эксплуатации и пониже Не каждый клиент хочет оплачивать высокотемпературную эмаль Когда ему требуется всего лишь температура, так скажем, 400 градусов Цена там 50% Да, да, вот Поэтому мы покупаем в одном цвете, так скажем Две температуры – высокую и низкую Мы были, рассказали о входном контроле сырья А сейчас мы вернемся и уже обсудим те моменты Когда лаборатория дает добро начальника цехов о выгрузке продукции То есть, приходит сотрудник лаборатории Делает сам, ну, с помощью аппаратчиков Отбор эмали в неком малой пропорции И несет лабораторию для анализа Физическая, как вот эта процедура называется, когда мы получаем краску? Первая стадия – это загрузка То есть, где мы сгрузим жидкие растворители, лаки, смолы Добавляют сюда сухие уже, и поменты, и пигменты Следующая стадия – это диспригирование То есть, с помощью насоса специального, скульпатра Эта эмаль, она на себя вот так отгоняется Она немножко разогревается, все это растворяется Комки, которые там присутствуют, они тоже разбиваются Смешиваются, перемешиваются То есть, получается более однородная масса И потом, следующий стадия – это уже перетир Бисер, да, вот через него проходит, и она как бы перетирается Чтобы при нанесении, когда мы наносим на поверхность Не было ни шершалости, ничего, чтобы поверхность была гладкая Вот перетир, он это как бы делает И потом уже, когда вся эмаль прошла, уже она в накопителе То есть, тонус она готова, она перемешивается И ее уже дают в лабораторию на анализ Лаборатория там не проверяет, смотрит Если все соответствует, дают помогу на выгрузку Если есть какие-то нюансы, что-то не подходит Дают корректировку, то есть, это уже доводится Или цвет надо декорировать, или вязкий станет Сделать побольше, поменьше Это все доводится, и потом уже продолжается Еще один цех, где у нас лаки делаются ТО-85, ТО-85 Нет, нет, нет Та схема, где мы нарабатываем термостойки и лаки Это для собственного производства Чтобы не зависеть от других поставщиков Потому что бывают перебои с поступлением сырья Чтобы от этого не зависеть, мы сами нарабатываем Кремни-органика тоже, да? Да, да, да И используем в своем собственном производстве То есть, это здесь же все у вас построено? Да, да, да Мы сейчас прошли поэтапно до производства эмали Эмаль лаборатория проверила Дала добро на выгрузку Ребята начинают выгружать Выгружают поэтапно Водители все привозят сюда И завозят на склад готовой продукции Все То есть, здесь хранится вся готовая продукция И отсюда она отгружается на автомобили Которые заезжают Сейчас время обеда Мы хорошо попали Здесь нет никакого движения, чтобы нам мешали Вот Продукция, вы видите, стоит на улице Это продукция, подготовленная заранее на отгрузку То есть, формируется отгрузка за сутки вперед То есть, не так просто, что раз позвонили, отгрузите И мы тут же побежали Нет Мы За вчерашнего дня Все отгрузки подготовили Для склада Склад начинает формировать И вот здесь выстраивает для себя В своем понимании Что в какую машину будет грузиться То есть, лаборатория в этот момент Пока они готовят Уже подготавливают сертификаты качества На каждую продукцию, которую мы отгружаем Чтобы вместе с УПД С документами отгрузочными У нас клиенту и поехали Паспорта качества Понятно Вот здесь бочки Смотрю, что Черная Литография Да, это что значит? У нас есть как брендованные материалы Церта Пласт Экоцин Цертокор Которые мы производим А есть также Материалы, так скажем, цифровые КО 868 На которые, ну, не требуется такая литография Брендованная Вот И поэтому она выгружается В общем Так скажем, потоки В общую тару Это немножко Подоставшаяся продукция, видимо Ой, подоставшиеся ведра Сейчас мы Перешли полностью На Лимонное Цвет лимона Да, цвет лимона Это наша основная сейчас будет И Литографированная А это просто Подостатки, которые Еще с прошлых поставок остались Ну, здесь я как понимаю С брендовый цвет Он Черный с желтым Или желтый с черным Да? Да, поэтому мы сейчас это все То есть, это вот недавно Только как раз вы попали именно на тот А вот, кстати, ведро старое Чешуйчатое Оранжевое И мы с этого перешли уже на новый бренд Это черно-желтая литография Ну, вот он такой Как сказать Внушающий доверие Или серьезность Да? То есть Что она такая Как-то смотрится Ну, стильно Да То есть, еще заметьте Обязательно После того, как лаборатория Ой, склады отгружает Он ставит пломбу Пломбу ставит на ведро Он пишет Какой сотрудник У каждого сотрудника Есть своя нумерация Так скажем Качество Вот То есть, он По вот этому номеру Некоторые спрашивают Что это такое Это как бы наше внутреннее Все равно Но для ОТК Это понятно Что С какого Можно сказать Человека Можно потом Спросить Спросить и узнать Мы снова Возвращаемся В лабораторию То есть Здесь сейчас Происходит Этап Выходного контроля То есть Вот Мы показали Как краска делается Как она производится Да Сейчас Перед тем Как она Отгружается В емкости Те или иные Эмаль поступает Сначала сюда На проверку Сейчас Наталья Николаевна Как раз Расскажет Что Как происходит Выход Наших Материалов Осуществляется Согласно Техническим условиям Техническим условиям Которые Разработаны Были На нашем предприятии Вот Согласно Этим нормативным документам У нас существуют Параметры По которым Мы должны Выпустить Красочную продукцию Которая Была бы Качественной И соответствовала Всем показателям А вот Основные показатели Наших Материалов Это Ну самое главное Конечно для краски Это внешний вид и цвет Это самое главное Ну и конечно Дальше мы идем Это вязкость Это перитер И необходимые Физико-механические Исследования Какие Это адгезия То есть Материал Должен быть Адгезионоспособным К подложкам Ну вот Например К металлическим Подложкам Можете Обратить внимание Наши лукокрышные Материалы Исследуются И испытываются На металле СТ-3 Сталь? Да Это сталь То есть Вот это Ее прогрели? Да? Нет Значит Испытания Физико-механического характера Проходят У нас На Значит Металлических Пластинах Сталь То есть Это необходимо Нанести Он Должен высохнуть И далее Мы проводим Все исследования Вот Например Как вы видите Адгезия Адгезия Можете показать Как это делается То есть Это способность Держаться Лукокрышному материалу На необходимой Подложке В данном случае Вот на этом металле Для этого У нас существуют Адгезионные ножи Берем адгезионный нож Проводим его По металлической Поверхности То есть По лукокрышному материалу Этим ножом Разрезаем Разрезаем Крест на крест И уже Мы можем Определить Адгезионную Способность Лукокрышного материала На данном металле Прошел Да Тест прошел То есть Лукокрышный материал Не отвалился Не отшелушился Все прекрасно Все замечательно Вот Ну а здесь Вы видите След от удара То есть Ударной машиной Мы испытываем Лукокрышный материал Отскок Наверное А? Отскок Да Да На воздействие удара Ну и тут же проверяется Как раз эластичность Это вот Да Это у нас Ударная машина У1 Это значит Что с высоты 50 см У нас несется Вот этот груз Который мы приподнимаем В 1 кг Очень маленьким байком Вот как вы по следу По следу видите Да? 3 мм Да То есть Этот байок ударяет От сокращенный материал И если Значит Материал не отскакивает От подложки То есть Все шикарно Все замечательно То есть Материал испытывает Достаточно Это самое Вот как бы адгезию И И адгезионная способность И способность К удару То есть Вот я вам сейчас продемонстрирую На примере Вот Обратите внимание То есть Это еще говорит о том Что все-таки Эмаль Имеет свойство эластичности Тянется, да? Да То есть Мы прекрасно знаем Что металл имеет у нас свойство При жаре Растягиваться При морозе То есть Обратите внимание То есть Краска будет так же Материал Не растрескался Не отшелушился То есть Значит Материал в данном случае Вот Металлическая подложка Находится под надежной защитой Поэтапно все это проходит Вот Все записывается В определенные журналы Все показатели И когда нам потребитель звонит Мы в любой момент Можем Либо переключить На лабораторию На звонок Либо узнать сами Конечно Да Арбитражки У нас хранятся Как Наталья Николаевна сказала Три года То есть Если есть какие-то к нам вопросы Мы берем арбитражную пробу И еще раз Перепроверяем И себя И Доносим это До нашего потребителя Что с эмалью Все хорошо Давайте думать Что нужно сделать И как подойти К процессу К процессу накрашивания Чтобы избежать Той или иной Проблемы Как Наталья Николаевна еще сказала Палитра у нас огромная Ассортимент огромный Назначение у эмали разное Если мы говорим О термостойкости То конечно же Главный еще критерий Это термостойкость Если мы говорим о Декоративных эмалях Это Ее декоративный эффект Вот То есть это молотковая эмаль То есть эффект такой Как будто ударяли Молотком По эмали Вот Это цвета Называются Кракелюр Вот Это эффект Растрескивания Эффект старины Так скажем Да То есть разные моменты Так же вот На листочках Это разная технология Нанесения Это одна и та же краска Я покрасила Это Нет Это отдельная краска Отдельное назначение Это другая краска Это Торговая марка Цертопласт Здесь она уже идет Торговая марка Сиана То есть разная А вот я смогу Допустим Как студент Ну грубо В покрасчиках Никогда не красил Такую форму получить Да То есть любой клиент Взяв вашу краску Может что-то подобное сделать Конечно Просто на данном Здесь в два этапа Она красится На коробке В которой она продается Мини инструкция Прописана Так же наши все Контакты завода Где человек Если что-то не понял Он может напрямую На горячую линию нам Позвонить И консультант Такой как я И все наши ребята В коммерческом отделе Они могут проконсультировать Как это все делается И обычный человек Он прекрасно Это все исполнит В домашних условиях И так же Вот патина у нас Представлена Это тоже эффект Старины Но Немножко Другого метода Метод сухой кисти То есть Мы на все Выпыхлые части Наносим На финиш Который Тоже Нашего производства Придаем эффект Затертости Тем самым Уже Изделие Смотрится Совершенно В другом ракурсе Нежели бы То есть Оно было черное Просто матовое Ты сейчас сам попробуешь Что такое кракелюр И что такое патинирование Там все увидишь Своими руками Не Патину уже наносил Я это примерно представляю Кракелюр Для меня это что-то новое Всем знакомься Это наш еще Начальник цеха Александр Он как раз Производитель Данного материала Вот Кракелюра И он тебе сейчас Объяснит Под своим кураторством Как что нужно делать Мы сейчас будем получать покрытие С эффектом кракелюра С эффектом трещин Это базовый слой Золотой Ну Инструкция Такая То что Мы предварительно Очень хорошо Должны перемешать баллон То есть Поднять Снизу То что находится Внутри баллона А не надо обрабатывать ничем? А Пластины уже обработанные Обработанные Да Но вообще чем обрабатывается? Обезжириватель Лучше конечно Растворителем То есть У нас Растворитель Сартакор Вот Берете его И обезжириваете поверхность Которая будет краситься Наносить можно на металл На бетон На дерево На пластик На стекло Не весь пластик Те растворители Которые содержатся внутри Некоторый пластик Прижигает Да То есть Нужно предварительно С пластиком Проверить совместимость Прише чем красить Так Начнем Давайте Вы первая Давайте Вот смотрите Мы сейчас красим базовый слой Желательно красить на горизонтальной поверхности Потому что Инструкция у нас Нанесения Он получается Распиляет Да Как полоска Распилительная головка Получается Под разным углом Вот смотрите Вот Вот так полоска Да Поворачиваем сокла Как удобно Так и работает Я вот этого не знал Но это тоже доработка Наверное получается Нет Это изначально было Это комплектация Комплектация баллона такая Желательно Чтобы равномерный слой Видите У меня какой равномерный слой Получился Может я это сейчас У вас немножко Опыт По другому Сейчас газ у тебя идет Вы перевернул Да У вас только газ идет Да Здесь Равномерность Можно Так Все Все Слишком толстый слой Тоже не надо Этот Выкрашиваем Ну пока оставим Да Мы пока выключаем Вытяженную камеру Чтобы высыхание поверхности Происходило равномерно То есть Вытяжка вытягивает Этот чай быстрее сохнет А этот Чем побольше Мы сейчас будем красить Спустя через 2-3 минуты Ну 2-3 минуты На Мокрый слой То есть Нанесение у нас В кавычках Мокрый по мокрому То есть От этого мы получаем эффект Да Если вы пересушите Если вы пересушите поверхность То К сожалению у вас Эффект может не получиться А вот Когда большие детали Допустим Большие детали Сложно Сложно Красить То есть Нужно соблюдать инструкцию Базовый слой не должен быть пересушен Большие детали Да Придется красить Квадратиками Небольшими Либо Нанести Предварительно Базовый слой В качестве грунтовки Он немного высыхает А дальше уже Второй слой Золотого Наносим На ту же конечно Чтобы получить Теперь Второй слой Золотого Чтобы не видно было Как сейчас я накрасил Здесь можно положить Еще один слой золотого Чтобы Перекрыть вот эти все Нюансы Дело в том что Вот здесь Где не хватает золотой краски У вас трещины образуются Допустим По-другому Мелкие Или могут вообще не образоваться Потому что там не хватает Полезного вещества Который содержится Именно в системе Чтобы Образовался Свой эффект Трещины Красить нужно Вот Второй Верхний слой В данном случае красный Красить нужно Сначала Тонкий слой Потом Второй слой Более А третий слой При необходимости Что это разом наносите Или ждем Вот смотрите Вот Такой тонкий слой Сейчас ждем Пока вы покрасите Как раз Тоже наляпал Смотрите Уже Пошел эффект Да? Дальше мы Выкрепляем этот эффект А ты что наносишь Как-то сначала так Перекрестны Перекрестны Да Чтобы укрыть Вот Отлично Дальше Трещины Да Уже начали образоваться Трещины образуются Вот размер трещин Зависит от количества слоев Второго шага То есть верхнего покрытия Чем больше слоев Тем больше трещин Тем больше краски Именно на поверхности Тем больше трещин Посмотрите Сейчас Проэкспериментируем Здесь я не красим Чем дальше Половинку Может половинку Можете полностью залить Теперь Смотрим Маленькие трещины Большие трещины Маленькие трещины Большие трещины Маленькие трещины Сейчас еще дойдет Наверное Чуть позже Как все происходит То есть Руку набивать Руку надо набивать Да Мало того что рука Факт в том что Когда это делается На больших площадях Где будет больше Где будет меньше Трещины Это вообще не будет видно Это будет один Общий эффект То что именно Нестандартно Как-то все растрескалось Это все Дополню На больших площадях У вас произойдет следующее Где-то краски больше попадет Где-то меньше И от этого будет зависеть Вот вы красите Или вот здесь даже Вы красите нерономерно Когда Даже на маленьком изделии На маленькой детали У вас получилось Неравномерное Нанесение Именно Красной Красной краски Второго слоя То есть У вас где-то больше попало Где-то меньше попало Вот здесь у вас вообще краски не попало Красной Здесь побольше попало Здесь еще больше Вы залили просто тут Вот А на большой площади У вас произойдет следующее То что вы куда-то попадете Куда-то не попадете И поэтому у вас будут трещины Такие вот Все разные Это дает красоту Или это дает Недоработку Нет Это дает Ну Художники же Декораторы Они все По-разному все видят Да И поэтому Кому как нравится Это те выкрасы Которые Мы готовим Да Для наших Представителей Чтобы они показывали Своих торговых точек А температуру Какие вы держите Это декоративка Это декоративка Она выдерживает 150 У нас есть термостойкие кракелюры Определенные Но мы делаем их под заказы Большие А ее размешали? А сейчас как раз Наталья Николаевна все и расскажет Я предлагаю первому самому покрасить Да конечно А потом вы Конечно Сделаем так Все мы немножко дети Всем хочется порисовать Наталья Николаевна У него оказывается тоже Я когда-то рисовал Это художественное образование Это замечательно Так а можно немного здесь Вернуть Для этого и положили Потому что я помню Что она когда сильно Это Как бы полусухой Лучше Сейчас Могу конечно И накосящить В общем суть Укрыстость хорошая Как? Укрыстость Поэтому лучше носить С полусухой кистью Ну все сразу не профессионал Да Берете на работу Можно с вам Естественно Подтеневщиком А вообще Обратите внимание Какой у нас богатый сантимент Патский Да Но раньше мы Пользовались золотой и медью Она может Ну и тогда была Да Как сказать В ходу Сейчас мы очень далеко продвинулись По цветовому решению У нас 28 наименований Если сравнить Сравнить То у нас Да Как выглядит просто матовое покрытие Сочетание Да Мы сейчас его рядом поставим И как выглядит Патинированное Это вот такой эффект старения И она уже и видится по-другому Да Все объемы прорисовываются Да У нас была Ну один из опытов Так скажем Дверки печеные Может знаете С соленьями там бывают Такие И вот она висела Висела И свет на нее не падал И она была без пати Никто не видел Что там вот этот Рисунок какой-то был Да Рисунок лося покрасили Все Каждый первый Второй проходит О лось Беру Ну там еще как-то так В общем Сразу продукт заиграл другими красками Все верно Это Ирина Юрьевна Ирина Юрьевна Проходи пожалуйста И будешь рассказывать Я буду рассказывать Ты хотя бы покиваешь Да Вот смотри Вот То что мы сейчас все прошли этапы Вот Ребята Начальники цехов К ней приносят Арбитражную пробу Ой не арбитражную пробу А пробу Которая уже В нашем понимании готова Ирина Юрьевна Все проверяет Все вот эти показатели Которые мы обговорили И дает добро на выгрузку Все Дала добро Продукт заезжает на склад Ждет своей отгрузки Так скажем И мы готовим отгрузки Как я сказал Заранее на сутки Вот сейчас лаборатория Уже начинает выписку Сертификатов Которая будет Отгрузка на следующий день На завтра Да Вот это паспорта качества Которую на каждую партию Отгружаемой продукции Мы делаем То есть к каждому К каждой отгрузке идет Паспорт Да К каждому номеру партии Вот допустим Отгрузка Да Если с разной партии Грузится товар Да Все верно Все верно Ну и все И дальше уже происходит Момент отгрузки Который мы уже видели Сейчас мы находимся В коммерческом отделе Откуда Вся окраска и продукция Продается Денис Геннадьевич Заместитель начальник коммерческого отдела ОНПП Спектр Да Вы находитесь в коммерческом отделе Здесь происходит Непосредственное взаимодействие Нашего отдела С нашими потребителями И непосредственно отсюда Здесь готовятся все документы Выдаются на отгрузку Ну и потом со склада Отправляется уже Нашим потребителям Вот Что-то особенности какие-то есть Или это стандартный отдел Или он какой-то модифицированный У нас ребята Распределены по направлениям Сейчас можно увидеть Что у нас частично Ребята отсутствуют Но у нас есть Направление Термостойких красок Есть Фасадные эмали Это цертакор Органно-силикатные композиции Есть Эмали цертопласт Это кузнечное направление Есть у нас Розничное направление Ребята по работе С маркетплейсами То есть за каждое направление У нас отвечает Один из Противленный сотрудник Один из менеджеров Вот такие нюансы А так Работа коммерческого отдела Я думаю, что ничем не отличается От других Отделов От других предприятий Вот И Единственное, что конечно можно сказать Что Мы постоянно обучаемся И повышаем свой Уровень знаний Для того, чтобы помогать вам Еще бы добавил Что на всех выставках Где я не присутствовал То есть Байонефест Камины По регионам Да Не только в Москве Допустим Я часто вижу вашу продукцию Ваших менеджеров Кто выступает То есть это тоже говорит о том Что вы работаете над развитием И посещаете их все Это действительно так Мы участвуем Во всех специализированных выставках Это Выставки Связанные Как раз Тормостойкими эмалями Это Печные выставки Кузнечные эмали Это Это выставки Кузнецов Фестивали кузнецов Мы тоже на них Ездим Участвуем во всех Мероприятиях Связанных с этим Вот В частности вот Мы будем в этом году Еще и на армии присутствовать Здесь опять-таки Будут представлены наши Спецэмали Как термостойкие Так и эмали Спецназначения Для военной техники Транспортные компании Приезжают к нам На забор груза Прямо на предприятие Ребята В Так скажем В быстром режиме Вот Грузят И уже отвозят Транспортное На свое РФЦ И формируют Уже Отправку груза По тем критериям Которые они нам сказали То есть Либо это палетный борт Либо это Жесткая упаковка То есть вы сначала Довозите так А там уже она Да да Мы грузим россыпи Чтобы это было быстрее Оперативнее Вот А транспортная компания Уже по Запросам клиентов Своих клиентов Которые оплачивают груз И доставку Они уже формируют дальше Транспортировку В той или иной упаковке Чтобы поняли Дополнительные упаковки Мы также от транспортной Получаем Да Она уже Сама уже выставляет Счета по доставкам Есть же конечно И те моменты Когда и мы За свой счет отправляем Но и опять же Мы у транспортников Все это просчитываем Я думаю Было познавательно Если Ты раньше вообще никогда Не встречал Данных производства Никогда их не был Для тебя это Мы что-то наверное Открыли новое Ну я теперь хоть знаю Как выглядит Так скажем Само производство Той краски Которую мы продаем То есть это важно Ну и клиенту Можем показать Что это действительно Ну серьезная Компания Серьезный завод Производства Ну Спасибо вам большое Приходите Приезжайте к нам в гости Еще Будем очень рады Обязательно И Будем на связи Если мы придумаем Что-то новое Мы обязательно это придумаем Мы конечно дадим вам знать И Как сказать Всегда продемонстрируем И сделаем презентацию Да Мы в свою очередь Это донесем до потребителя Конечно Конечно Всего доброго Ну ладно С вами была компания Печной мир Ставим лайки Подписываемся Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры